МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Приговор вынесен. Суд Ненецкого округа определил наказание Ольге Каневой, председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет Севера», которая обвинялась сразу по нескольким статьям. Приговор суда слушала Наталья Кислякова. В декабре 2018 года в прокуратуру Ненецкого округа обратилась глава Хасидахарского сельского совета Галина Филиппова. Она пояснила, что есть предположения о рейдерском захвате имущества СПК «Рассвет Севера». В ходе прокурорской проверки было выявлено, что право аренды земельного участка и все поголовье оленей СПК «Рассвет Севера», а это свыше 8 тысяч оленей, были отчуждены в пользу ООО «Татком». Страна обвинения считает, что действиями Каневой, Ольги Николаевны был причинен ущерб СПК «Рассвет Севера» на сумму свыше 33 миллионов рублей. Это стоимость поголовья оленей свыше 8 миллионов рублей. Для совершения растрата ей были использованы подложные документы. Также она совершила неправомерные действия при банкротстве. Судебное разбирательство длилось с февраля 2019 года. Благодаря оперативной работе УМВД и прокуратуры, а также доставке потерпевших и свидетелей из поселка Харута в город, следствие по делу завершилось уже в апреле. В ходе судебного разбирательства, как с позиции стороны обвинения, согласился суд о том, что действительно Канева виновна в совершении кривинируемых ей преступлений, связанных с хищением имущества и, по сути, рейдерским захватом СПК, выводом основных средств в пользу третьего лица. Ольга Канева вину свою признала частично. Об этом она сказала в последнем слове. По итогам судебных разбирательств судья огласил приговор. Части 2 ст. 165, части 195, части 3 ст. 122 Кодекса Российской Федерации на протеке частичного сложения наказания окончательно назначить Каневоги Николаевны наказание в виде лишения свода на срок 4 года со штрафом в размере 550 тысяч рублей с отбыванием наказания в виде лишения свода из преднеколонии общего режима. Меру пресечения Каневоги Николаевны в доступе не пределу закона в силу избрать в виде заключения под стражу, взятие под стражу в зале суда. Обвиняемая сторона может обжаловать приговор в течение 10 суток с момента оглашения. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Губернатор Ненинского округа Александр Цибульский проинкспектировал ход строительства школы в микрорайоне улиц Авиаторов. В конце мая там начнутся работы по благоустройству территории. Предстоящим летом будут благоустроены и улицы города. В частности, установлены малые архитектурные формы, выполненные на 3D-принтере. Как он работает и что уже удалось напечатать, главе региона также рассказали в ходе рабочей поездки. Новая школа на улице Авиаторов будет представлять собой комплекс, состоящий из четырех корпусов. Подрядная организация компания «Верса-М» продолжает внутреннюю отделку помещений. На сегодня смонтирован актовый зал, столовая, в спортивном зале идут монтажные работы. Отделочные работы осталось завершить и в корпусе начальной школы. Александр Цибульский по итогам визита отметил оперативность строителей при получении новых вводных от властей и выполнении работ согласно графику. Подрядчик идет в целом в графике. Были небольшие там отставания, но они уже практически сейчас наверстаны. Но здесь от этих отставаний, может быть, мы и виноваты, потому что мы периодически меняем там дизайн внутренний. Мы так довольно серьезно и в ручном режиме занимаемся этой школой, потому что наша задача, чтобы она стала такой действительно образцовой современной школой. Нам хочется здесь применить все современные технологии, которые сегодня доступны в образовании, и действительно сделать ее такой школой номер один, чтобы она стала локомотивом развития образования в округе. Следующим объектом посещения стал строительный 3D-принтер. Главе региона показали, как работает оборудование и готовые изделия. Заместитель главы Наринмара Андрей Бережной отметил, что основными плюсами использования 3D-принтера является экономия средств при благоустройстве и возможность разнообразить облик города. Специалисты, которые прошли обучение буквально три недели, пытаются набить руку, попробовать какие-то формы, мы набираем комплект проектов, которые можно будет потом в дальнейшем тиражировать. Ну и, наверное, самое главное, это нестандартность форм. То есть, наверное, мы привыкли к тому, что она все однотипная, а если это будет разное, интересное и нестандартное, наверное, будет и город смотреться более симпатично и интереснее. На печать одной скамейки у принтера уходит один день. С учетом площади за день можно будет печатать по 5-6 скамеек. При использовании новых технологий, посчитали эксперты, бюджет Наринмара сможет экономить на покупке элементов благоустройства. Для печати используются различные смеси из бетона, цемента, гипса и другие. Мне кажется, это полезное устройство для благоустройства, для малых архитектурных форм, для того, чтобы наш город стал выглядеть красивее. Он делает очень качественно, быстро и точно, исходя из тех эскизов, которые будут нарисованы. Я думаю, что от Андрея Николаевича сейчас поговорили, что в этом году мы уже можем начать делать лавочки, цветники, какие-то действительно небольшие архитектурные формы. И надеемся, что в этом году горожане уже почувствуют в своей повседневной жизни о том, что приобретение 3D-принтера было полезным для города и город преображается. Но теперь самое важное научиться на нем качественно работать и чтобы эти изделия получались действительно красивыми и украшали наш город. Первые изделия, изготовленные на 3D-принтере, горожане смогут увидеть на улицах Наринмара уже этим летом. Скамейки и малые архитектурные формы будут установлены в рамках летнего благоустройства. Летом в городе традиционно будут высажены и цветы. Активная подготовка к сезону озеленения улиц, который начнется в июне, сейчас идет в тепличном комбинате «Солнышко». В период майских праздников в Ниинском округе будут усилены меры безопасности. Наряду с сотрудниками полиции на массовых мероприятиях, посвященных празднованию Дня весны и труда, а также годовщине Победы, правопорядок и безопасность граждан будут обеспечивать сотрудники Росгвардии, Главного управления МЧС России по НАО и члены добровольных народных дружин. Вопросы обеспечения безопасности в период предстоящих праздников обсудили на совместном заседании Окружной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под председательством главы региона. На особом контроле комиссии охрана памятников, монументов и мемориальных досок, посвященных подвигу народа в Великой Отечественной войне. В целях недопущения вандализма участники заседания договорились о проведении совместных рейдов. В ходе заседания отмечено, что группировка сил и средств оперативного штаба готова к реагированию на возможные угрозы совершения преступлений террористической и экстремистской направленности в период проведения праздничных мероприятий. В минувшую пятницу на нашей страничке ВКонтакте мы предложили телезрителям самим выбрать тему недели для наших сюжетов. Больше других зрителей заинтересовал вопрос, почему стоимость квадратного метра жилья в Наринмаре такая высокая. Сегодня в выпуске мы постараемся на него ответить. Итак, Ненецкий округ вошел в десятку субъектов Российской Федерации с самой высокой стоимостью жилья на второй квартал текущего года. По данным Минстроя, список субъектов с наибольшим нормативом стоимости жилья открывает Москва. Следом идут Санкт-Петербург, Камчатский край, Сахалинская область и Республика Саха-Якутия. Ненецкий округ в рейтинге занимает шестое место. Почему стоимость жилья в регионе одна из самых высоких в России и что влияет на ее формирование, узнала наша съемочная группа. Средняя стоимость одного квадратного метра жилплощади в Ненецком округе составляет 63 635 рублей. Такой норматив стоимости жилья на второй квартал текущего года для нашего региона установил Минстрой. В реальности цены на квадратные метры гораздо выше и колеблется в зависимости от конструктива строения – от 68 до 80 тысяч рублей за один квадратный метр. В этом плане округ мог бы конкурировать с одним из крупных мегаполисов. Понятно, что в Москве дороже земля, но материалы производятся практически в шаговой доступности. Если мы говорим о сметах, по которым рассчитывается стоимость квадратного метра, там заложено всего только 30 километров от производителя до приобъектного склада. Эти 30 километров не идут ни в какое сравнение с тем, что нам приходится за тысячу километров тащить, но это не учитывается. Считается, что это покрывается какими-то индексами, коэффициентами, но мы когда раскладывали все эти индексы, перерасчеты делали, они, конечно, не покрывают всей стоимости. Но это работа планомерная с министерствами, чтобы было понимание. Сложная логистика – одна из главных причин, почему в нашем регионе такие высокие цены на жилье. Это самое дорогое получается, то есть стоимость плюс доставка. Учитывая то, что регион находится в изоляции от дорог, перевозчики морские, речные, в любом случае они понимают это и диктуют свою цену. Когда у нас в ближайшем будущем должна появиться дорога, которая будет связывать Нинецкий округ с центральной частью России, возможно, на каком-то этапе может пройти не удешевление, а притормозиться стоимость роста. Но ввиду того, что все равно инфляция есть, все немножко каждый год растет в пределах 4-5%, то есть будет удорожание, но не такое критичное, как на сегодняшний день. Доставлять стройматериалы в регион можно и по зимнику, но это будет стоить еще дороже. Река-море самый недорогой, но из тех, что мы имеем в пути, далее зимник, а потом авиация. И зимник, причем он больше приближен к стоимости авиаперевозок, потому что если идет машина, у них уже грузоподъемность невысокая. Поэтому на корабле везут, конечно, максимум. Возможно, и там подешевле получается. Местный завод железобетонных конструкций Заполярье. Часть стройматериалов для возведения домов производит на территории региона. И все же расходники везут с большой земли. По логике-то удорожания быть не может. Вот если мы говорим о том, что на заводе привезли супучие и сделали какую-то продукцию, изготовили, да, она не должна быть дороже, чем на большой земле. А дешевле? Ну, дешевле тут вопрос в зависимости от того, как с поставщиками отработают. Большая часть жилых домов на территории региона строится для переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда. Застройщиков, которые возводят жилье для продажи, единицы. Помимо того, что дорого доставлять материалы, то есть застройщики не всегда оценивают свои возможности в части строительства жилья на территории округа. По одной причине, это по одной причине. По второй причине, то есть строить коммерческое жилье очень, скажем так, неблагородное дело, потому что оно будет еще дороже. То есть, если на сегодняшний день у нас идет в основном средство под переселение из ветхого и аварийного жилья и социальная очередь, то если строить коммерческое, оно будет дороже. Реально будет дороже, потому что уровень материалов, отделки в любом случае будет другой. Пожалуй, наиболее привлекательные для покупателей кирпичные дома. Но и квартиры в них стоят на порядок дороже. Если финансы, как говорится, поют романцы, реальнее купить квартиру в деревянном доме. Благо, объявления о продаже в округе предостаточно. Есть множество новых квартир. Зачастую люди здесь даже не находятся. Это под снос получают. Люди живут уже в других городах, обращаются, чтобы выставить квартиры, продать. Самый ходовой сейчас товар – это недорогое вторичное жилье, в большей степени деревянное. Я думаю, это связано с тем, что люди планируют, что его когда-то все-таки снесут и, может быть, дадут новое жилье. Весь и за 70 продают, за 75 продают. Все зависит от жилья, что там остается, какой там ремонт еще. Ну, значит, деревянные дома старые, которые подходят под обычную ипотеку, бывает и до 40 за квадрат. Ну, тоже цены разные, варьируют. По словам владельца агентства недвижимости Александра Цыпковатова, некоторые люди годами не могут продать свои квартиры. Если еще 10 лет назад риэлторы проводили в среднем до 10 сделок в месяц, минимум 5, то на сегодняшний день их количество сократилось максимум до трех. Ирина Никешина, Вадим Стасюх, Леонид Шишилов, Телеканал Север. В Нарьинмаре состоялись первые дебаты в рамках праймерис «Единой России». Участие в нем приняли 7 человек. Всего графиком предусмотрено проведение 10 дебатов участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на дополнительных выборах в собрании депутатов региона по одномандатному округу номер 8 «Городецкий» и на выборах в Горсовет Нарьинмара. Дебаты являются одним из основных требований праймерис. Темы дебатов были определены на заседании аркомитета по проведению предварительного партийного голосования. У нас несколько тем разбито в зависимости от направления деятельности. У нас есть посвященные темы педагогике, воспитанию, есть посвященные темы старшему поколению. И в качестве этих тем, которые ориентированы на нацпроекты, реализуемые в стране, поэтому кандидаты в зависимости от графика и своего желания могут принять участие в этих дебатах. Предварительное голосование, внутрипартийные выборы, смысл которых – определить наиболее популярного среди избирателей кандидата от партии, который при ее поддержке будет участвовать в основных выборах. Дебаты идут в записи, будут размещены на сайте предварительного голосования, и избиратели могут увидеть проведение этих дебатов. Вместе с тем мы позволяем нашим потенциальным избирателям прийти, задать вопрос кандидатам, отметить их и впоследствии возможность их поддержать. Единый день предварительного голосования назначен на 26 мая. Заявки на участие в предварительном голосовании принимаются до 30 апреля включительно. Первому ученому среди ненецких женщин Марии Бармич сегодня исполнилось 85 лет. Свою жизнь она посвятила работе по изучению и сохранению ненецкого языка. Мария Яковлевна родилась в Канино-Тиманской тундре Ненецкого округа. С 1967 года и по настоящее время она работает в РГПУ имени Герцена. Ее авторству принадлежат более 150 научных трудов, 37 учебников, учебных пособий и русско-ненецкий словарь, который Мария Яковлевна считает одной из самых важных в своих работ. Мария Бармич награждена знаком «Отличник народного образования», медалями «Ветеран труда» в память 300-летия Санкт-Петербурга и другими. Все, чему научились за год. Первый отчетный концерт «Центра элит» прошел на большой сцене Дворца культуры Арктика. Свои умения продемонстрировали не только юные танцоры и вокалисты, но и люди высокого возраста. Участники проекта «Вечно молодые», который реализуется в Центре развития и досуга на средства президентского гранта. Даниил Косяков в команде «Школы элит» танцами занимается уже три года. Сегодня ребята выступают на окружной сцене. А не так давно свое мастерство они показали на чемпионате России «Хип-хоп интернешнл» в Москве, где соревновались с участниками из 54 городов страны. Полученный опыт, признается Данил, бесценен. То, что мы все ездили на Москву, то, что я посмотрю на людей, которые очень классно танцуют, и мне кажется, я тоже буду потом танцевать. Среди танцевальных направлений, которым обучает Центре развития и досуга элит, контемпорари-дэнс, игровой стрейчинг, хип-хоп, полспорт и бальные танцы. На развитие последнего направления руководитель школы Владлена Степанова выиграла президентский грант и организовала занятия для людей высокого возраста. Президентский грант, значит, я его получила в июне 2018 года, и сейчас, в мае, мы приближаемся к завершению нашего социального проекта «Вечно молодые». И главным нашей точкой это будет проведение отчетного концерта, где наши люди преклонного возраста покажут то, чему мы обучались за последнее время. Вот уже два года в проекте «Вечно молодые» принимает участие Татьяна Павленко. Признается, любовь к танцам с детства. Она и родилась в Международный день танца, который в этот раз отметила на сцене. И сейчас волнуемся, конечно, выступать. Все же как бы на большой сцене, привыкли у себя в зале. Но ничего, надеемся, не будет совсем плохо. Центр элит славится не только танцорами, но и вокалистами. Дебютное выступление сестер Богдановых покорило сердца зрителей. Девочки исполнили песню «Лорен и Эйфория». Фишкой концерта стало выступление тренеров центра. Тем самым мастера показали, до какого уровня могут вырасти их воспитанники, а возможно, стать лучше. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды.